В течение лета в Московской области сотрудниками Госадомтехнадзора проводилась проверка школ к началу учебного года. В Доме правительства Московской области состоялась пресс-конференция начальника Госадомтехнадзора Татьяны Витушевой, на которой она рассказала об итогах операции школа. Традиционная операция школа началась в середине июня и была закончена в конце августа. Инспекторами Госадомтехнадзора за этот срок было проверено 1350 школ на территории Московской области. Выявлено 282 нарушения на объектах образования. Руководителям этих учреждений было выдано более 250 предписаний на устранение данных объемных нарушений. Было выдано 136 предупреждений и выписано 146 штрафов на общую сумму 1,3 млн. В результате предпринятых мер уже на сегодняшний день устремлено около 200 недостатков, что составляет более 70% от общего количества выявленных нарушений. Инспекторы проверяли состояние фасадов зданий, спортивных сооружений на территории школ, наличие ограждений и освещения, а также пешеходных дорожек вдоль учебных заведений. Было еще один аспект, на который я тоже хотела бы заострить свое внимание, и там, особенно в течение лета, именно на здании школ появилось большое количество у нас в Москве надписей, сделанных на стенах с помощью газовых баллончиков, с телефонами, из-за барьерного приложения, наркотических уличных смесей. В Орехово-Зуевском районе было проверено 30 школ, нарушений не выявлено. Также по традиции инспекторы территориальных отделов проводят уроки чистоты. Больше всего таких уроков было проведено 1 сентября. И здесь Орехово-Зуевский район был отмечен положительно. В день знаний инспекторы Орехово-Зуевского территориального отдела пообщались с учащимися в 29 районах и 15 городских школах, что составляет около 90 процентов от общего количества школ всего этого района. Помимо уроков, административно-технические инспекторы продолжат проводить в отделах дни открытых дверей, где с их работой смогут ознакомиться студенты УЗОВ. Орехово-Зуевского района